Друзья, а сейчас вас ждет премьера. В нашем выпуске новая рубрика под названием «Спорт для детей». В ней мы будем рассказывать о спортивных секциях, работающих на курорте для школьников. Причем важный момент – секциях бесплатных. Для родителей сейчас, в сентябре, это очень актуально, потому что многие еще не определились, куда же отдать ребенка для дополнительного образования. И сегодня мы расскажем, где можно заниматься гимнастикой. Алина Тищенко побывала в детской спортивной школе Олимпийского резерва и узнала все подробности приема в секцию. Она расскажет, к чему нужно быть готовым родителям. Художественную гимнастику многие называют королевой спортом. Она грациозная, изящная и утонченная. Маленькие девочки вдохновляются красотой знаменитых спортсменок и с невероятным желанием приходят на первую тренировку. Так произошло с Николь, которая сейчас уже не представляет свою жизнь без спорта. Я, когда была маленькая, я все время по передачам смотрела Авериных. И мне понравилось, как они выступали. И я захотела так же. Сначала, когда была, думала, ну, тяжело, не справлюсь. Потом уже чуть-чуть подросла, и все получилось. Стало тянуться, у меня все получилось. Я дальше стала работать над собой. Безусловно, спорт воспитывает, учит быть собранной, организованной и смелой. Для этого нужно ежедневно тренироваться. Обязательным условием для допуска в секцию является медицинское постановление врача-терапевта. На базе детской поликлиники должно обязательно пройти электрокардиограмму, уэзи сердца, сдать общий анализ крови, мочи. И на этих основаниях записи медицинской карты, которая ведется у ребенка с рождения, дается разрешение, допуск на тренировки, на поступление в спортивную школу. Зачисление в спортшколу на бюджетные места производится по результатам сдачи вступительных нормативов. Оценивается гибкость, удержание равновесия, прыжки на скакалке, способность встать на мостик и обязательный элемент – шпагат. Все эти навыки потребуются в тренировочном процессе. Тренировка состоит, конечно, из базовой подготовки. Это научиться тянуть носки и колени, подняться на полупальцы, натянуть ручки, шейку, спиночку ровненько держать. Это самое начало. Ну а предметная подготовка уже и обруч, мяч, булавы, скакалочка вводится, попозже уже ленточка. Все виды в художественной гимнастике, они должны уже в самом начале, на начальной подготовке освоить. Для юных гимнасток 6 лет тренировка длится полтора часа три раза в неделю. Для комфортных занятий спортсменок важно правильно подобрать тренировочную форму. Каждый родитель хочет своего ребенка как куколку одеть. Мы говорим о том, что, конечно, просто спортивная форма, маечки, шортики лучше, потому что легче деткам и заниматься, и поменять, переодеться им легче, чем купальник. Посещение занятий в спортшколе номер два бесплатное. Ближайший набор и сдача нормативов для зачисления на бюджетные места в секцию гимнастики состоится в ноябре-декабре этого года. Более подробную информацию про отделение художественной гимнастики в спортшколе вы можете узнать на сайте учреждения. Алина Тищенко, Дмитрий Петри, Время новостей.